Всем привет! Вы на канале «Решаем задачки, пока мама не видит». И сегодня мы разбираем задачки рукод ЕФ и задачки ЦД. В общем, первая задача – там чисто реализовать то, что написано в условии, то есть задача на ветвление. Единственный подвох – это в том, что надо уметь округлять вверх при делении на два, но это делается в C++ вот так, прибавляется один и делится на два. В питоне то же самое, надо два деления делать. Ну и видите, что код довольно простой, и в зависимости от того, в какой интервал попадает у нас точка, в зависимости от количества задач в F, E, D, вы выводите номер дивизиона. В принципе, ничего сложного, и с этой задачей справились люди. Задачку B, C мы разбирали вчера, а B – это числа Фибоначчи. Анатолий рассказал красивое решение вместе с Эдуардом, который к нам тоже подключился сегодня. Но я расскажу, в общем, вкратце идею, то, что надо сгенерировать все числа Фибоначчи до сотни, затем написать четыре цикла for, перебираем одну сторону, вторую сторону, третью сторону, четвертую сторону, и проверить то, что из этих сторон можно составить многоугольник. Это то, что самая большая сторона меньше, чем сумма трех остальных. И как только вы составили многоугольник из этого, вносите его периметр в структуру данных, например, set, где у вас отсортировано и удаляются повторы. Можно в лонгдаблах считать, тогда переполнения не будет, там просто сотое число Фибоначчи огромное. В принципе, вам нужно просто закономерность посмотреть, и если закономерность выяснить, то, вот я, в принципе, здесь в коде все проделал, получится такая штука, типа 11, 17, 18, 27, 28, 29, 43 и так далее, 69. Первое число – это некоторое число Фибоначчи удвоенное на 2, а точнее число Фибоначчи К плюс третье удвоенное на 2 плюс 1. А все остальные числа в этом ряду, они получаются прибавлением числа Фибоначчи к предыдущему, то есть единица, единица, двойка, тройка и так далее. Поэтому по заданному n вам нужно найти строчку в этом треугольнике и столбец в этом треугольнике и вычислить. Соответственно, в коде это все делается. Так, ну а более подробный разбор был вчера, и Анатолий обещал выложить формулу в видеозапись. Так, задачка С – валидация валидатора. Собственно, здесь нам надо было аккуратно реализовать все. Самое сложное здесь было – это прочитать входные данные. В принципе, возможно, это сделать с помощью CIN и COUT. Нам нужно извлечь, значит, минимальное число, максимальное число, которое может принимать, и название переменной. В принципе, зная минимально-максимально, потом за линейный проход мы по всем значениям пройдемся и запомним все и выведем. Проще всего в одну строчку это сделать при помощи SCANF, ну или любую штуку, в которой есть регулярные выражения. Вот задачка С. В принципе, вот так она парсится. В одну строчку с SCANF. Если не знаете SCANF, то тоже можно из CIN это все прочитать. В принципе, наверное, ничего сложного. Ну, то есть строчки надо читать GATLINE, если не использовать SCANF. И знайте то, что перед тем, как вы начали читать первую строчку, вам нужно вызвать GATLINE, чтобы прочитать перенос строчки. То есть если вы написали CIN N, типа видите N, потом вам нужно эффективный GATLINE сделать, чтобы прочитать перенос строчки, и потом начать читать уже эти строки. Вот, у меня тиммейт так решал через GATLINE. Реализационная задачка. Надо аккуратно все закодить. Вот, код есть на GitHub. Давайте задачка D. Гиперинфляция и бриллианты. Эта задачка, она была специфическая для дивизиона EF только. А смысл вот в чем ее. Там дано число, и говорят то, что из каждого числа вычли единицу, и нужно посчитать количество девяток. То есть разницу между новым количеством девяток и старым количеством девяток надо вывести. Особенность задачки в том, что длина числа у нас тысяча символов, то есть не влезает ни в какой тип, если говорить про C++. Поэтому надо работать как с строчкой. Но при вычитании единицы, значит, у нас только последние нолики превращаются в 99999, а предыдущая цифра до ноликов уменьшается на 1. То есть мы проходим, смотрим, значит, сколько у нас ноликов на конце, и уменьшаем предыдущую цифру к ноликам, и получается все нолики заменяем на девятки. Но нам не нужно даже заменять, нам нужно просто вывести разницу. Особенность, значит, на что можно попасться. Я попался. Так. А я не выложил, да, эту штуку? Странно, куда я выложил эту штуку? Так. Сейчас я открою код. Зачем я этот commit открыл? Там, типа, бывают такие случаи, когда у вас перед ноликами стоит девятка, и вы девятку уменьшаете до... Я не понимаю, а почему просто в лобку делать? Ну, можно. Почему часто имеешь привычное? А там число гигантское, там тысяча сего. Так, а что? Ну, длинку напиши. Ну, зачем, если это можно сделать с обработкой строк, вот как я показал на скриншоте в тупую? Как в лоб же проще. Нет. Тебе задача просто ставиться так, посчитать количество ноликов на конце и вывести его. В лоб проще? Да, потому что ты попался. Ну да. Вот здесь попался, короче. Вот и все, вот и все. Ну да, ну в общем, можно охарактеризовать задачу как линейная обработка строк. Собственно, пока нолик на конце, мы его удаляем и увеличим ответ на единицу. То есть нолик станет девяткой. И потом мы доходим до последней цифры перед ноликами и ее уменьшаем. И, соответственно, если это была девятка, то мы уменьшаем количество девяток. То есть здесь увеличивается количество девяток, здесь уменьшается количество девяток, потому что была одна девятка, стала восьмерка. То есть нам нужно вывести разницу между девятками, которые стали и которые были. Вот такая вот задачка. Ну и там дано в рублях, а спрашивают в копейках, поэтому два нуля надо в конце дописать. Ну умножить на сто. Так. Смотрите, если что-то непонятно, вы меня останавливаете или пишите в чат, что вам не ясно. Или надо что-то подробнее рассказать. Я пойду дальше. Доска и фигуры ЕФ. Она была и в ЦД, и в ЕФ я ее не решил, но у нас в чате есть такой человек, как Алексей Госунов. Он предподсчитал всякие штуки, потом запустил на основе предподсчета количество вариантов. То есть он у себя на компе все варианты предподсчитывал расстановок. То есть там доска 8х8, он рекурсивный перебор писал на компе, ждал, пока он выполнится, и просто ответ использовал в программе. Чисто задачка посчитать локально, а потом вставить в код. Ну, у меня решения нет, можно добавить решение от Алексея. Значит, F, G, H. Давайте. F, G, H. Разбирали вчера. Вот, задачка H интересная. А значит, здесь есть места, получается, есть места, на которые можем сажать двоих, то есть взрослого и ребенка. Или просто ребенка, или просто взрослого. А есть места, на которые можем сажать одного, типа либо ребенка, либо взрослого. И на самом деле, в худшем случае, мы сажаем всегда так. То есть мы можем, если у нас всех хватает, мы... Там, где свободное место, мы ребенка скидаем. Не всегда выгодно. Если у нас детей 10, а взрослых 4, то нам выгодно... Сейчас, в этом случае выгодно. А если у нас взрослых 10, детей 4, то нам выгодно взрослого сажать, без ребенка туда. То есть, это на самом деле жадная задачка. А что ты перебор не напишешь? А? А что ты перебор не напишешь? Зачем? Ну, это самое простое, что должно в голову приходить. Не знаю, на самом деле. На самом деле, да, простой пройдет. Давай переберем ответ. Заметим, что чем больше у нас мест, тем больше можем посадить людей. Значит, можно забинарить. Забинарили ответ, чекнули. Конец. Ну, я смотрю, как решал. Значит, мы либо сажаем 3 взрослых и 4 ребенка, либо мы сажаем 4 взрослых и 3 ребенка. Вот как. То есть, у нас либо такой вариант, первый случай, либо такой вариант, второй случай. Ну, и мы из них выбираем, значит. Значит, если у нас сейчас взрослых больше, чем детей, то первый вариант. То есть, если прямо сейчас взрослых больше, чем детей. Если прямо сейчас, сейчас, нет. Короче, первый – это взрослые, второй – это дети. Это вариант, если взрослых меньше, чем детей. А если взрослых больше, чем детей, то мы выбираем второй вариант. Вот. И так. На входные данные 10 в шестой. А 10 в шестой детей и 10 в шестой взрослых. То есть, каждый раз вычитаю в своем решении. И, значит, смотрю каждый раз взрослых меньше, чем детей или нет. В зависимости от этого выбираю оптимальный вариант. Вот, собственно, это я и реализовал. Там надо было не детей, а взрослых. Если больше, то это взрослых. А если меньше детей, то есть, если больше детей, то детей. Да, вспомнил. Я могу сказать. Ну, вот у меня код. В принципе, сейчас. Тебя тихо слышно. Давай я тебя... А, тут тебя так на максимум. Я выкрутил тебя на 200%. Ладно. Ну, в общем, код вот такой. Пока у нас не нулевое количество детей и взрослых, мы уменьшаем. То есть, самый радикальный случай, когда мы 4 взрослых и 3 ребенка сажаем. Ну, и выбираем из того, что то есть. То есть, мы не можем сажать, например, 4. Если у нас взрослых 2, например. Минимум берем. И здесь минимум тоже берем из детей. Дим, а как тебе это в голову вообще пришло? Как ты это придумал? Не знаю. Я просто сразу это придумал и сдал. Типа, я просто придумал, типа... Почему это работает? Нам нужно сажать всех. А, потому что в обоих мы тройку вычитаем. Мы можем представить, что мы всегда тройку вычитаем, да? Да. И еще единичку из кого-то. Ну, ладно. Да, вот. Ну, и здесь у меня if. Значит, если детей больше, чем родителей, то свопаем их. И вычитаем. И дальше, если больше нуля осталось, то возвращаемся. Вот. Значит, у нас есть люди, которые на питоне сдали o от единиц. То есть они вывели формулу. То есть они все время тройку вычитают и оставшиеся там прибавляют. То есть как-то формула у них выглядит. Но, в общем, есть решение от единицы на питоне чисто формулу вывести. И оно будет работать для NM на 10 в 17-й. Ну, и даже больше. Вот. А это интерактивный вариант. А что есть решение с бинарным поиском? Прямое, лобовое и работая для 10 в 18-й. Расскажи решение с бинарным поиском. Что ты фиксировал и что перебирал? Ответ. Просто бинарик по ответу. Я не знаю, что ты сидишь, какие-то формулы придумываешь. Погоди, бинарный поиск по ответу. Сколько раз ты слетаешь? Нет, сколько... Ну, да, 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 да. Сколько раз ты слетаешь? Зафиксировал X. И что, как ты считаешь? Например, можно слетать столько, что нет? Сначала мы можем сажать... Ну, там есть места, где мы можем сажать и взрослых, и детей. Или у нас есть взрослые, дети и места, где только один может сидеть. По-моему, там только ребёнок или только... Да. А, одно где-нибудь просто один может сидеть. Либо взрослый, либо ребёнок. Вон, так. Ну, и сначала ты сажаешь и детей, и взрослых, потому что эти места... Ну, понятно, что с ними делать. А потом, ну, у тебя просто получается, что остались либо дети, либо взрослые, и осталось сколько-то мест. Всё. Ну, да, типа, вот зафиксировал X, получается, можно ли за X перелётов всех рассадить. Получается, ты точно рассадишь 3X взрослых, 3X детей, ты посчитаешь остаток, сколько там осталось, N минус это и M минус это. И, получается, оставшихся, ты смотришь, если меньше либо равно X, то yes, иначе no, да, сумма? Ну, типа, да. Окей. Если вот такая штука меньше либо равняется X... Ну, понятное дело то, что здесь максимум из этого и нуля, то есть эта штука больше, чем ноль должна быть. То есть, максимум из этого и ноль, это же тоже. Типа, если эта штука выполняется, то yes, иначе no. Вот, прикольно. Век живи, век учись. Не придумал этого. Так, ещё какие-то интересные есть решения? Смотри, Дим, я ещё придумал фигню. Ты можешь не бинарить, как бы, а искать максимальный бит. Типа, ты смотри, ты смотришь на какой-то бит в ответе, ну, по сути, то же самое, что бинарный поиск, ладно, не буду говорить. Окей, то же самое. Ну, Марк скинул своё решение, вот, у него попроще, он всё время вычитает тройки, и если M больше, чем N вычитает из M, иначе из N. То есть, прикольная реализация. Да, можете взять реализацию у Марка, я, в принципе, то же самое рассказал. Ладно, давайте, есть какие-нибудь вопросы финальные по этой задачке? Так, ну, если вопросов нет, давайте глянем запрещенное множество задачку I. Ну, смотрите, как её делать. Давайте рассмотрим цифры. То есть, у нас есть 10 цифр. Значит, всего вариантов входных данных 2 в десятой степени. Вот, то есть, каждую цифру мы либо взяли, либо не взяли. И вот, что я предлагаю. Значит, давайте мы переберём все простые числа до миллиона у себя локально. До миллиона все простые числа, там, 10 в шестой. Вот, все такие простые числа переберём. И для каждого простого мы найдём набор цифр, которые в нём есть. И если ещё для этого набора цифр мы ответ не нашли, то мы запишем то, что, ага, мы для этого набора цифр нашли минимальное простое число. И вот оно. И получается, мы так реализуем. То есть, перебор простых. Для каждого простого мы набор цифр считаем. И потом выводим ответ. Вот. Куда-нибудь в текстовый файл. То есть, 2 в десятой ответов мы предпочитали. Если не нашли ничего, минус 1. Потом мы вставляем то, что мы вывели в исходный код, и используем это в решении. Вот, в принципе, я это и сделал. То есть, задачка, опять же, на локальный предподсчёт запустить у себя локально. Вот я тут прописал идею. Вот. До миллиона хватает. То есть, простые числа я генерировал решетом ротосфена. Значит, мы просто заводим вектор из чисел, где будем отмечать, простой или нет. И изначально у нас все простые, кроме 0 и 1. И мы начинаем итерироваться по этому вектору. То есть, для каждого х мы отмечаем то, что все числа, которые делятся на него, они больше не простые. Если само число х простое, то все числа, которые делятся на него, непростые. То есть, мы перебираем х умножить на х, х умножить на х плюс х, х умножить на х плюс 2х и так далее. Эта штука работает за n лог n. Теперь мы просто пробегаемся по этой штуке и запоминаем список простых. Мы будем его возвращать из этой функции. И получается вектор простых. После того, как мы все отметили, мы их записали и вернули. Так мы предпочитали простые числа. И эта лямбда-функция у нас вызовется сразу же. То есть, видите, круглые скобки – это вызов. Не нужно будет функции main вызывать. Это означает вызов. Это означает тело. Это означает параметры. Это означает контекст. Функция предпочет. Ну, соответственно, она пробегается по всем простым. Получает список цифр. Сортирует эти цифры. А повторы я удаляю. А, нам не нужно удалять повторы. Потом я пробегаю множество в виде целых чисел от нуля до 2 в десятой. И смотрю, если ответ для этого множества уже найден, то перебираю следующее множество. Иначе я проверяю, можно ли этим числом набрать это множество. Для этого я перебираю отдельные разряды у нашего множества цифр. И если этот разряд есть в этом множестве, то я проверяю, есть ли цифра в нашем простом числе. И если все проверки пройдены, то я обновляю ответ. То есть для этого множества вот такое простое число является ответом. И потом вывожу в текстовый файл все в виде строчки, через сиаут, открывающий фигурная скобка, и дальше понеслась вывод ответа через запятую. Потом, значит... Повтори, пожалуйста. Окей. Это же простая задача на ветвление, и все. Это простая задача на ветвление? Ну да, там просто надо было догадаться на то, что, типа, если двойка, тройка, пятерка, семерка появляется в множестве, то ты выводишь эти цифры. Если появляется единица, выводишь единица. Если у тебя есть девятка, то ты смотришь. Если восьмерка, выводишь 89. Если есть 4 и 0 в множестве, выводишь 409. И потом, если есть четверка и девятка, то 49. Иначе ты всегда выводишь минус единицу. Блин, ну ты гений, конечно. Я вот так. Я от этого отмылся. Почему создали Гектора? Короче, ты, конечно, гений то, что нашел этот способ. Вот я его не нашел. Но вот тебе универсальный способ для тупых. Типа перебрать все варианты, скопировать их в код и дальше отвечать. Видишь, у меня большой вектор на 1024 варианта. То есть для каждого я нахожу ответ. Я запустил, работало несколько секунд. Я скопировал потом в код этот огромный вектор и вывожу ответ. Но я рад, что существует решение простое. То есть на основе каких-то ветвлений, там, если есть это, если есть то. Вот я его не придумал. Просто ты можешь прислать код? То есть у тебя найдется этот код, то есть откуда-нибудь. Я выложу его, то есть. Я не нашел. Я же могу найти, зайти на свой аккаунт с этого сроклода. Если так, то я сейчас приеду домой и зайду на аккаунт сроклода. Да, ты сможешь. Там же пароль, я приеду к ней, даже могут остаться. Да, там пароль у меня останется. Окей, я тогда выложу. Так. Если что, у нас уже такое решение, я могу сейчас его скинуть, в принципе, в чат. Давай, скидывай. Да. Ну, я недолго думал. Я увидел задачу, пошел предподсчитывать ответы. В принципе, вы видите то, что предподсчет по простым и довольно несложный. Окей. Так, ну, пока вы скидываете, давайте, какие-нибудь вопросы есть? Почему ты тут написал перебор, а в самолете нет? А в самолете, потому что простая формула была, а здесь перебор приходится писать. То есть здесь я не придумал, там придумал. То есть такая вот разница. Леш, тут спрашивали задачу L. Можешь скинуть код? А L мы не додумали до конца. Не L, а E. Ну, я могу скинуть, да. Окей, ты сможешь рассказать идею, типа, сейчас, как ты предподсчитывал и что у тебя получилось? Ну, короче, ну, это же, типа, известный факт, как вообще в играх рекурсией, типа, перебором всех вариантов выяснить, кто выиграл, кто проиграл. Типа, если там состояние, в состоянии есть хотя бы одно, переход в проигрышное состояние, то это состояние выигрышное. И вот мы так вот рекурсией, короче, перебираем. А как мы перебираем? Это, типа, делать быстро. Просто все поле, оно угодно 8 на 8, мы храним, типа, две маски, типа, битые поля и поля, где стоят сейчас фигуры. И просто предпочитав маски для каждой фигуры, какие поля она бьет, можно достаточно быстро делать переходы. Тебе важно, какие фигуры, где стоят или нет? Что? Тебе важно, какие фигуры, где стоят или нет? Но предпочитал для каждой фигуры 64 маски. То есть, какие поля она бьет, находясь вот там вот в этой клетке. Так, хорошо. Но ты сказал, ты хранишь для состояния две маски, это какие поля бьются и где стоят фигуры. Вот я про вторую маску не понял. Ну, вторая, где стоят фигуры. Ну, потому что, типа, у нас два условия. Мы можем поставить фигуру на клетку, если эту клетку никто не бьет. И мы можем поставить фигуру, только если эта фигура не бьет никакую другую фигуру, уже стоящую. И поэтому нам нужно, как бы, два этих условия чекнуть. Окей, а тебе не важно, какие ты фигуры вообще расставил там? Блин, все, я понял. Да. Так, что скинуть в генерал, в обсуждение задач? Ну да, короче, важно только, где они стоят и какие поля бьют. Почему важно, где стоят тогда? Это потому что ты не можешь расставить фигуру, которая бьет какую-нибудь уже. А, все, я думал, что смешать две маски, что, типа, в одну можно запихнуть. Нет, нельзя, все, я понял. Я отправил обсуждение задачи, там код, на удивление, даже простой. Угу. Так. Вот, типа, вот эти огромные, огромные, вот в начале, это предпочитанные маски, вот, типа, для... Вот это просто считает маски, как бы, питоновский код. Вот этот питоновский код считает маски. Да, он, типа, выводит, он считает маски. Тут еще хитро я сделал, мне кажется, это умный подход. Предподсчет делаешь на питоне, а решаешь задачку на C++, должно быть наоборот, разве нет? Нет. Я решаю задачку на C++, а что, нет. Питон же дольше работает. Так, питон, он только, знаешь, что делает? Он просто, он мне сгенерировал код, он мне сгенерировал первые три строчки, которые я просто вставил. Он просто массив посчитал. А долго работает генерация? Нет, генерация... Тут этот код, он просто выводит маски, мне просто было лень считать маски, вот эти для фигур. Понятно. Я посчитал маски только. Да, и тут еще удобно, можно посчитать только для слона, ладьи и коня, и можно их умно вот так вот объединять, там, в пис-прикальк. То есть, ферзь это просто как бы объединенная ладья и слон, и там все остальное, это объединенное просто что-то и что-то. И, ну вот, там посмотри, вниз проскролль, там основная функция это типа вин. И вот, на самом деле, по факту, вот... Рекуртивно вызывает, типа, можем выиграть, если наш импонент не может выиграть при нашем ходе. Да, и почему-то это работает быстро. Ну, потому что, типа, одна фигура сразу куча клеток поедает, и там у нас каждый раз там не больше 34 ходов, они быстро еще убираются, и поэтому можно предположить, что это работает быстро. Ну, да, перебор такой с отсечением довольно быстро сходится. Окей. Так. Ну, для тех, кто первый раз видит такие задачи, я порекомендую. АЦМП число ладей вроде, или число ферзей. Необходимо вычислить количество вариантов расстановок у ферзей и ар ладей, таким образом, чтобы фигуры не били друг друга. Ну, мне кажется, тут больше подходят какие-то задачи не про шахматные тут, а просто какие-то на игры, которые просто рекурсивные игры просто делаешь и все. Ну, здесь задача на перебор вариантов, то есть все такие варианты перебрать. А. Вот, так что я могу скинуть. Вот такие вот задачи школьникам давали, школьники решали. Магараджа тоже. Это количество магарадж можно поставить. Магараджа — это, короче, фигура, которая ходит и как ферзь, и как конь. То есть и как ферзь, и как конь. Тоже магараджа отсюда можно посмотреть. Ну и вообще рекурсия 2 на АЦМП, раздел рекурсия. Можно прорешать. Прикольная тема. Вот. Ну, я рад, что Алексей пришел и рассказал, но и показал, как он это делал. Соответственно, единственная задача Е вроде не задана. На АЖ задачу вчера Анатолий и Эдуард они добили. То есть вместе взяли и добили. Вы решили ЭЛЬ? А как вы решили ЭЛЬ? Нет, они же... Это ЕФ дивизион. А, это ЕФ. Я понял. Нет, нет, у тебя ЭЛЬ сдано, ты же... А, это ЕФ, да, да. Окей. Так. Мы остановились на И. Вы мне сказали, что есть простое решение с кучей ИФов или не с кучей ИФов. Ну, я рассказал переборно. Давайте. Вопросы есть какие-нибудь? Если нет, давайте пойдем дальше. Какие тут варианты остались? Задача К, она очень важная, я хочу разобрать. Но сначала пойдем в другие варианты. Вот, интерактивная задачка ЭЛЬ. В общем, в чем она заключается? Типа, чувак сделал N сабмитов. Они первоначально оцениваются целыми числами от 0 до 10 в 6. И дальше система начинает банить некоторые сабмиты. Система интерактивная. Вот. И нам нужно за минимальное количество запросов определить результат участника. То есть, даны все его сабмиты. Значит, какие баллы они заработали. Но мы не знаем, забанено это решение или нет. Мы можем спрашивать, забанили его или нет. И надо за минимальное количество вопросов определить его результат. Вот такая вот задачка интерактивная. В принципе, видите, здесь у человека было 10, 20, 30. Вот. И спрашивали, значит, проверь первое решение, не свалилось ли второе, третье. И ответили, типа, возвращается 0 баллов, если решение свалилось. И изначально тоже какая-то задачка была на 0 баллов оценена. Вот. Ну, в принципе, как я эту задачку решал? Нам неинтересны задачи, которые оценены в 0 баллов. То есть, 10, 20, 30 нам интересно, а если тут 0 будет, неинтересно. Удалим все нолики, а последующие задачки отсортируем в порядке убывания. Вот. И теперь мы спрашиваем запросы по поводу задачек в порядке убывания. То есть, спрашиваем 30, свалилось или нет. Если не свалилось, то ответ 30. Если свалилось, то спрашиваем 20. 10, свалилось или нет, не свалилось, ответ 20. Иначе спрашиваем 10 и так далее. То есть, идем в порядке убывания. И учтите также то, что результаты, они могут совпадать. То есть, вам надо посортировать по убыванию без удаления повторов. Только нолики удалить. И, в принципе, это все решение. Вот. Но я видел, многие команды сдали из миражных, а многие команды не сдали. Но я не знаю, на самом деле, в чем могла быть ошибка. Наверное, именно в протоколе взаимодействия с системой, может быть. Ну, как обычно, я учил на прошлых занятиях решать интерактивные задачки. Типа, вводите функцию ask и там используйте handle, чтобы, значит, ваш запрос дошел до жюри, а потом читаете ответ и возвращаете с функции ask. И вызываете ask, 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 ask в своем решении. Вот. Можете код глянуть. Здесь получается l kegel. Задачка m лишь одно число. Задачка n. В ef еще задачка n была. Это геометрия. Но не надо, типа, расстраиваться. Там, на самом деле, простая геометрия. То есть нам нужно было посчитать, сколько пикселей в одном дюйме. Нам известно следующее. Нам известно высота монитора в пикселях, ширина монитора в пикселях и диагональ монитора в дюймах. То есть это вот в пикселях, это в пикселях, это в дюймах. И нас спрашивают, сколько пикселей в дюймах. Ну, я как решал. То есть нам надо знать два треугольника. То есть эта штука у нас в дюймах, 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 а эта штука в пикселях. Мы знаем эту штуку, мы знаем эту штуку, и мы, значит, можем вычислить гипотенузу в пикселях. Вот. Ну, зная одну гипотенузу здесь и одну гипотенузу здесь, мы можем поделить одно число на другое и вывести это в ответ. Вот, как-то так она решается. В принципе, обычная формула. Надо быть осторожным, чтобы выводить даблы. Но это базовое знание. Чтобы вывести вещественные числа, нам надо в C++ написать fixed и set precision. 12, чтобы в фиксированной форме выводилось, и с 12 знаками после точки. Вот. Такая вот геометрия в несколько строчек кода. Так. Ну, и остались задачи, которые были и в дивизионе CD, и в дивизионе EF. Давайте убьем задачу M по порядку. На самом деле, я не знаю, как доказывается, но есть два решения. Сама задачка звучит следующим образом. У вас есть все числа от L до R с шагом 1. То есть L, L плюс 1, L плюс 2 и так далее. Вы можете взять какие-то два числа, вынуть их и засунуть вместо них полусумму. Но только если полусумма целая. И засунули, и значит, вывести в итоге, когда у вас останется в вашем множестве одно число, вывести максимально возможное число, которое вы можете получить. А если не останется никогда одного числа, то вывести минус один. Как я эту задачку решал? Значит, я отсортировал все числа и пошел в порядке в отсортированном. То есть удаляем минимум и удаляем следующее число, то есть некоторое число X, которое за минимум. Но такое, что у них остаток отделения на 2 совпадает. То есть X на 2 равен остатку отделения минимум на 2. То есть вот эти остатки совпадают. То есть это минимальная X, для которого такие остатки совпадают с минимумом. Мы нашли его. Мы вынимаем эти два числа, считаем их полусумму. Минимум плюс X пополам. Это будет целое число. И мы возвращаем эту полусумму в множество. И так далее у нас получается все время будет уменьшаться размер множества на единицу. И мы рано или поздно закончим. Вот такое вот решение, оно зашло. То есть если мы не можем найти минимум, то минус 1, а иначе мы продолжаем этот алгоритм. Давайте, есть какие-то альтернативные решения по этой задачке или доказательства? А это какая задача? Задача M. Это про то, что там мы записываем полусумму, да? Да, задача на стэк. Ну, я использовал множество. Нет, я решил типа формулой. Формулой, и у меня даже есть доказательства, почему формула работает. Так, смотри, у меня тоже есть решение формулы. Давай сравним. Вот M1 CPP решение формулой. Вот такая формула. Да, вот такая формула. Давай рассказывай, почему она работает. Вот такое вот решение задачи M. Ну, первый случай то, что если R и L совпадают, мне кажется, очевидно. Второй случай, если R минус L, ну, если они соседние, то это невозможно, тоже очевидно. И самое сложное, почему всегда ответ R минус 1 в остальных случаях. Потому что давайте я вам покажу. Я пишу в обсуждении задач. Вот, допустим, у нас были сначала вот X минус 1, X, X плюс 1, X плюс 2, там, X плюс 3, и так далее. А мы, короче, заменяем, заменяем, объединяем X минус 1 и X плюс 1, и делим на 2. Ну, понятно, что это будет делиться, и получаем, что у нас будет X, X плюс 2, X плюс 3, и так далее. Потом объединяем 2X, и получается это, я же не соврал, да? Да, не соврал. Объединяем 2X, Получаем X? Получается, да, получаем X, такая ситуация, и дальше объединяем X и X плюс 2, Получаем X плюс 1? Да, и получаем X плюс 1, X плюс 3. И мы пришли, как бы, к такой же ситуации, что была в предыдущем шаге. То есть мы, ну, снова получим, как бы, если X плюс 1 заменить на какое-то новое число, то получим, перейдем к следующей ситуации, и вот оно так будет постоянно делаться. То есть дальше будет вот такая фигня, потом будет вот такая вот фигня, да? Да, да, да. И в конце останется R-1. Да. Гениально. То есть ответ R-1 почти всегда. Чувствую рофл, но я реализовал все-таки нормальный стэк. То есть... Поля там хотел динамику резком делать. Ой, не надо динамику на подотресках. Я реализовал нормальный стэк. Значит, ну, при помощи вектора, конечно. Пушбекаю там. Ну и дальше. А что лучше, вектор или стэк? И почему? Мне кажется, вектор. А вектор лучше, потому что у тебя индексация есть. То есть ты можешь какой-нибудь, например, второй элемент посмотреть, пятый элемент, а стэк, он просто урезанный вектор. То есть стэк — это вектор без индексации. То есть стэк — это вектор, но очередь — это дек. Да. Очередь — это дек. Блин. Все, я понял. Хорошо. Я не знал. Я думал, что стэк — это тоже урезанный дек. Вроде вектор. То есть стэк — это вроде вектор. Вот. А давай пруф в прямом эфире. Пуф в прямом эфире. Окей. Cpp. Reference. Стэк. Да, на собеседованиях на сотажера C++ спрашивают такой вопрос. Назовите структуры данных из стандартной библиотеки шаблонов, которые являются контейнерами-адаптерами. То есть вот такой вопрос при мне задавали человеку, который собеседовался. Знать бы еще, что такое контейнеры-адаптеры. Вот. Короче, контейнеры-адаптеры — это паразиты, которые живут за счет других контейнеров. То есть это обертки над другими контейнерами. То есть, видите, у стэка по умолчанию дек, все-таки, а не вектор. То есть стэк построен на деке. То есть стэк — это обертка... Не, я правильно знаю. То есть получается, что стэк просто говно? Да, да. Я знаю, что в Java так. В Java так любят особенно делать. Там хэш-сет реализован через хэш-мапу. Внутри. Вот, собственно, контейнер-адаптер — это Q, стэк, priority Q. Значит, стэк паразитирует на деке. Давайте посмотрим, Q на чем паразитирует. Q паразитирует тоже на деке. Вот, то есть это обертка над деком. Давайте priority Q. Очередь с приоритетами. Priority Q паразитирует на векторе. Вот. То есть стэк строит кучу двоичную на векторе. Такая-то штука. И вроде больше контейнер-адаптеров нет. То есть это единственное. Можно, наверное, какой-нибудь спан рассмотреть. А спан — это чё? Не, ну почему паразитирует? Типа использует в качестве аллокатора. Нет? Использует в качестве хранилища данных. Ну, это не то же самое, что паразитирует. Ну да. Аллокатор — это... Я всегда пишу какое-нибудь неявное «до». Вот я в задаче N писал «до». И какой-нибудь там «бор» я тоже пишу. Я просто выделяю себе большой вектор, и там делаю, что хочу. Нормально. Вместо указателей. Да. Я ж не паразитирую. Не паразитируешь. Нет, хорошо. Окей, ну ладно. В общем, много есть реализаций. На GitHub можете посмотреть и первую, и вторую реализацию. Давайте там формулами, и деком, стеком можно решить. То есть нет ничего невозможного, когда есть цель, и есть средства достижения цели. Какие есть вопросы? Герои будут? Задача, когда от жюри разбор-то будет. Потому что, мне кажется... Не будет от жюри. Почему? А как мы узнаем, как я узнаю, как решалась Кэлс? Нет, мы не будем говорить о жюри. Ты можешь взять у Снарка контакты авторов задач и с авторами задачи в Телеграме себе подписаться. Ну, может быть, придется. Да. Так. Окей, еще какие-нибудь вопросы есть? Так герои будут или нет? Герои? Ты герои хочешь? Ну, сейчас. Если будут, я за чипсами пойду сейчас. Есть рубаки. Триста тридцать четыре штуки. Могу атаковать. Не знаю, кто это. Какие-то бомжи с топорами. Ну, Го. Ты тоже хочешь запись? Давай, нападем. Так, видно загрузку боя. Загрузка боем. Так, ну что, раз... Блин, я не посмотрел, насколько они бегают. Типа, вперед. И они бегают, наверное, быстро. Ну, давайте... Ты не расставился. Ты не расставился. А, у тебя тактика, ты можешь расставляться. Да, давай поделим пополам. Значит, это в этот угол. Добежит до этого. Эта штука в этот угол. И поделим минотавров, чтобы они снимали ответку. Так. Минотавров одного поставим сюда. А почему минотаврами ответку снимаешь? Почему они... А, фурии без ответки, да? Да, фурии без ответки. Окей, погнали. А, вроде сюда напали. Окей. О, мы сразу можем. Блин, я же говорю, бомжи какие-то напали на меня. Короче, вперед. О, еще и боевой дух сработал. Вернулся в героев спустя 10 лет. Блин, они прикольные. А зачем ты раптора залил? А зачем ты раптора залил? Да, потому что, чтобы быстрее их слить. А тебе не важно, что ты войско сливаешь? Нет, они не умирают здесь. А. Они восстанавливаются. Типа, это онлайн-игра, у тебя все время фиксировано количество войск. Это казуальность вообще, казуальность. Да, я думал, какие-то нормальные ребята пойдут, а это какие-то бомжи. Никакого праздника. Да. Так. Ну все, я выиграл. Продолжить. Заработал золото. Да, давайте на работу устроимся. Надо золото зарабатывать. Куда можно устроиться на работу? Здесь не принимают. Вот здесь можно трудоустроиться. Подожди, ты герой или кто? Зачем тебе трудоустройство? Все, трудоустроился. Давайте дальше задачки разбирать. Вот вам. Не понял. Две минуты героев. Блин, какой обман, капец. Капец. Ты попался на клипбейт. Так, ну, короче, давайте дальше задачки разбирать. Прямо как в реальной жизни. Все надежды и мечты, а потом работа. Так, задача K осталась. Задача F, G. Давайте я расскажу задачу F, потому что она проще, чем G, K. Значит, как я решал. Смотрите, надо вывести все варианты. Все варианты делителей таких, что для него верно значит следующее правило. То есть остаток отделения этого числа A0 плюс B0 на A1 плюс B0 на B1 на A2 плюс и так далее. То есть процент какой-то K остаток отделения. То же самое, что A0 плюс A1 плюс A2 плюс и так далее. Процент K. То есть для всех возможных A вот такая штука выполняется для фиксированных B0. Ну, это что значит? То, что вот эта вот штука имеет остаток отделения, равный единице от K. То есть видите, здесь она равна единице. То есть эта штука должна быть равна единице по модулю K. Эта штука должна быть равна единице по модулю K и так далее. То есть мы можем этот модуль вынести вот сюда, взять заранее остаток. И вот такая штука получится. Это значит, что нам надо посчитать такие K, для которых у нашего B остаток длины K равен единице. Вот. То есть давайте возьмем B0. У него должно быть на K остаток равный единице. Вот. А это значит то, что у B0 минус 1 остаток равен нулё. Вот. А это значит то, что K – это делитель. K делитель B0 минус 1. Вот. И на самом деле, уже зная это, можно решить задачку. То есть, зная это, можно решить задачку. Мы находим все делители числа B0 минус 1. И дальше каждый делитель проверяем в лоб. Типа, выполняется ли это условие для этого делителя. Для этого мы смотрим то, что произведение B на каждом префиксе равняется единице по модулю K. То есть, это вот уже позволяет нам решить задачку. Так, у меня даже это за кодина здесь реализовано. Значит, вот здесь функция нахождения делителей. Мы просто до корня перебираем. И если делится, добавляем его и противоположное. А здесь функция проверки ответа. То есть, находим делители B0 минус 1. И каждый проверяем потом за размер от B. Делится или нет. Вот. Это первое решение. То есть, если не идти дальше, а сразу идти кодить. Вот. А если идти дальше, то можно додуматься до следующего. На самом деле, если идти дальше, то можно так же понять то, что для B1 минус 1 тоже выполняется такое. То есть, процент K равно нулю. Для B2 тоже это выполняется. То есть, B2 минус 1. Процент K равно нулю. И так далее. То есть, K делит каждое число B2 минус 1. А это означает то, что K делит их наибольший общий делитель. То есть, K делит наибольший общий делитель, ГЦД, от всех таких B и минус 1. Вот. То есть, находим ГЦД и его делители. То есть, можно так пойти. То есть, найдем ГЦД. Эта штука отработает за O от N. Вот. Н ГЦДшек за O от N. Ну, сама ГЦДшка там в худшем случае за логарифм от длины. И количество делителей все равно корень из этой штуки. То есть, вот такое вот решение есть. Давайте. Какие есть вопросы? Какие есть дополнения? Так. Ну, вопросов нет. Тогда давайте пойдем дальше. Так. Задачка G. Ёлочные игрушки. Значит. Вчера Анатолий ее довольно подробно разобрал. Но я повторю идею. То есть, идея состоит в следующем. Мы сортируем эти числа в порядке убывания. И получается, у нас есть K-1 максимум. И дальше у нас, получается, остается N минус K минус 1 чисел. Вот. Ну, они отсортированы все. Получается следующее. Мы смотрим, когда умрет последний максимум. То есть, когда он умрет. То есть, через сколько операций он закончится. И при этом мы будем брать все время максимумы, которые у нас есть. И какое-то число из минимумов. Вот. Он закончится через значение этого максимума. То есть, через max нулевое. И все это время будем брать его и одно число из минимумов. То есть, сумма вот этих вот чисел. Сумма этих чисел. Мы можем из нее выбирать равномерно. То есть, она уменьшится на наш максимум нулевой. Вот на такое значение уменьшится. Дальше у нас этот максимум закончится. И мы, получается, израсходовали вот это вот количество чисел. И теперь следующий максимум у нас израсходуется через разницу этой штуки. То есть, через дельту максимумов. То есть, дальше можем сделать максимум 1 минус максимум 0 операций. И для каждой такой операции мы будем брать два числа из этих мелких. То есть, не одно число, а уже два. То есть, получится что-то типа сумма уменьшается на 2 умножить на эту дельту. Тогда у нас этот максимум пропадет уже. И мы рассматриваем третий максимум. И третий максимум для него аналогично. То есть, макс 2 минус макс 1 операций. Но мы теперь берем из мелких по три штуки. Когда мы рассматриваем кат и максимум, мы берем из мелких уже к штук. Ну, или к плюс 1 зависит от индексации. То есть, утверждение такое, что мелкие мы можем набрать равномерно, а по крупным можем просто итерироваться. И когда у нас крупные остались, мы просто мелкие равномерно набираем. То есть, сумма поделить на k наша. Вот такое вот решение. Сортировка дает нам n log n. А дальше по формулам линия получается. Можете посмотреть код вот здесь. Вот, в принципе, я реализовал тут ту логику, которую я вам рассказал. Дальше у нас идет задачка h мы разобрали. Задачку f разобрали. Задачка k. Так, давайте я спрошу Алексея. Как он решал k. Вот, но... Я, в принципе, расскажу свое решение. Значит, что тут есть? У нас есть тысячи чисел 64-битных, и нам надо их перебирать. Не перебирать, а передавать. То есть, здесь мы сначала, получается, передаем их куда-то, но в процессе передачи они могут рандомно развернуться. То есть, мы можем передать массив, состоящий из 1024-битных чисел. Вот, ну и, получается, можем его передать. И мы не знаем, то есть, рандомно какие-то числа развернутся. А потом мы должны декодировать. То есть, потом нам на вход передают то, что мы передали нашей программе, и мы должны вернуть оригинальный массив. То есть, задача с двойным запуском. То есть, первое – это n-код, второе – это d-код. Ну, давайте посчитаем. Значит, у нас есть тысяча чисел, и, получается, у нас есть 64-бита информации, 64-бит. Значит, мы можем передать 1024 числа на 64-бит. Вот, ну и разница между этим, получается, 24 умножить на 64-бита. Ну, это примерно полторы тысячи битов. То есть, на каждое число мы можем передать один бит информации. И, на самом деле… Какой бит информации можем передать? То есть, мы можем передать такую информацию. То есть, какое число у нас меньше? Значит, число x или реверсантое число x? То есть, оно меньше или больше? То есть, равенство нам не важно, тогда, типа, однозначно восстанавливается. Поэтому нам важно меньше или больше. Вот, эту информацию мы передаем, и просто прочитав эту информацию, можем понять, ага, надо развернуть это число или нет. Вот, так как порядок сохраняется при передаче. То есть, это как раз один бит информации. Один бит. Ну, и как теперь нам эту штуку делать? То есть, смотрите, первым элементом я передаю размер массива, то есть, сколько там чисел. Я передаю его в виде полиндрома, то есть, n, n. Вот, в качестве битов записываю так, чтобы после разворота у нас было одно и то же, чтобы ничего не изменилось. Повезло то, что n до 1000. Дальше я передаю сами числа, то есть, a1 и так далее, a, n. Дальше я передаю служебную информацию в виде таких чисел. Я назову его helpful h1. То есть, здесь, в этих числах h зарыта, соответственно, информация про эти числа, то есть, они меньше или больше. Но нам нужно однозначно декодировать. Мы можем сделать так. Мы можем сделать, значит, следующее, то есть, 63 и так далее, 58, это 1 байт. Дальше симметрично и байт от семерки до нуля включительно. Мы можем сделать следующее. Мы можем здесь выставить единицу у всех, то есть, 58 бит выставить единицу. А нулевой бит выставить в нолик. И в зависимости от этого, мы для оставшихся чисел читаем их и смотрим, типа, нулевой бит единицы и нолик. Если перепутан, то есть, если у нас здесь нолик, а здесь единица, мы реверсим, и тогда у нас информация восстановлена. То есть, такую засунуть штуку, которую мы будем сами видеть, то есть, что здесь всегда единица, здесь всегда нолик в нашей дополнительной информации. А вот эти остальные биты мы будем использовать по назначению. То есть, 62 бита из каждого числа мы можем заполнять нашими единицами и ноликами от этих элементов. Аккуратно это реализовать. И это все решение. Соответственно, при энкод мы кодируем в таком виде. Понадобится как раз 24 или 20 чисел. В общем, небольшое количество чисел, 64-битных дополнительно. А при декод мы реализуем обратную кодировку. То есть, сначала мы читаем размер нашего вектора, потом мы читаем сами числа, потом служебную информацию. И на основе служебной информации мы, значит, понимаем, надо разворачивать эти числа или нет. То есть, вот это число как раз один бит храним. Но это чисто идейная сдачка. Так. И на этом у нас задачки в дизионе. Еф, кажется, закончились. Давайте еще раз скажу. Б, С, Д, Ф, Ж. Ой, все ушли. И я тоже ушел. Да. Ну, на самом деле, там люди говорили, что будут ждать запись. Поэтому я решил не останавливаться. Я решил продолжать разбирать. Я разбираю уже для записи. В общем, я Е, Ф весь разобрал. Идем к ЦД. Так. Дивизион Е, Ф полностью разобран. Кроме вот этих задачек, Ж. Кроме Ж. Ну, задачку Ж Анатолий сказал выложить в записи разбора. Он вчера разобрал с Эдуардом. Засел над ней. Но он не написал код. Вот. И Е ты сейчас скинул. Так. Ты пока свое решение помнишь по задачке? Просто я рассказал... Да, помню. Я рассказал свое. В принципе. Ну, там основная идея, да. Вот я вижу. Самая главная идея, то, что мы за один бит можем передать то, что х меньше, чем перевернутый х. Тогда мы там типа ноликой и единичку. И мы запихиваем это в последние там в последние числа. И то же самое... Мы полностью наполняем 64 бита последних чисел. И еще добавляем дополнительное число, которое такое типа байтовый полиндром, которое как бы для каждого числа за два бита для каждого служебного числа говорить то, что было ли оно перевернуто или нет. Понял. Понял. То есть для каждого этого служебного информации тоже такую штуку храним. Понятно. Но я по-другому делал. Я, короче, у служебной информации сделал так. То есть 58 бит всегда будет единицей, нулевой бит ноликом. Если это не так, мы реверсим. Вот и все. Да, да, да. Я тоже... Я читал, да. Это, в принципе, тоже прикольная идея. Да. Вон, давай. Тогда еф разобрано. Погнали. CD. Ссылка на CD где-то здесь была. Так. А, CD. На. Герои. Так. Нам не нужны герои. Что там у нас? Задачи есть. Те, которые есть и в ЕФ, мы их, соответственно, разобрали, мы их скипнем. То есть задача А такая же, задача Б такая же, С такая же, Д другая. Вот. Но я ее не решил. Ф такая же, Ж такая же. Ой, Д, кстати, интересная. Ты читал, да? Нет. Блин, как ты так не прочитал, да? H, I, K, M, такие же. Но осталось только N, которую я сдал. Значит, в принципе, здесь идея такая. Давайте. До задачи N дожили, наверное, те, которые ее читали, те, которые пытались, у которых не получилось. Значит, идея такая. Для каждого числа мы храним множество из пар, в каких множествах оно есть. То есть set из отрезков, то есть set из пар int int. При вставке LR мы, соответственно, из этого сета вырезаем эти пары, которые полностью входят, а те, которые частично входят, мы их меняем. Это при удалении. То есть у нас каждая пара один раз вставлена, один раз вырезана, и это суммарно NLG. Частично меняем, а при вставке получается мы находим, куда попадает L, куда попадает R, и мы, получается, берем от этих отрезков левую и правую границу, удаляем теперь все, что включается в LR и вставляем наш LR. Вот такая вот штука. Значит, просто реализовать такую систему непресекающихся отрезков. Так, и нам этого недостаточно, нам нужно отвечать на третий запрос, типа размер множества с номером K. Для этого нам нужна еще внешняя структура данных, в которой мы будем прибавлять на отрезки. Значит, когда мы вставили пару LR, мы увеличим в этой структура данных все элементы от L до R на единицу. Когда мы удалили LR, мы уменьшаем на единицу, то есть плюс 1 ко всем элементам, минус 1 ко всем элементам, и размер множества K, это, соответственно, значение катого элемента. Можно делать дерево отрезков неявное, ленивое, но это не самый хороший вариант. Самый хороший вариант это свести к двойственной задаче, то есть вместо прибавления на отрезки и отдельного элемента можно нам сделать прибавление отдельного элемента и сумма на отрезке, то есть перейти к префиксуумам, и получается, когда мы перейдем к префиксуумам, эту задачу можно делать при помощи дерева Фенвика, ну, 10-9 элементов, чтобы у нас Фенвик был на 10-9 элементов, мы можем вектор заменить на unordered map, изменив хэш-функцию, либо на gpe хэштейбл, тоже изменив хэш-функцию, то есть на хэштаблицу заменить, и тогда у нас получается неявный Фенвик. Либо мы можем сделать ordered set, то есть два ordered set хранить, то есть один для левых границ, второй для правых границ, ordered set есть такой метод как order of key, то есть сколько элементов меньше либо равны заданному, поэтому мы можем находить, сколько у нас плюс 1 было координат до нашего некоторого k, и сколько у нас минус 1 во втором сете было координат до нашего k, и из одного вычесть второе, вот я это все реализовал, у меня есть код соответственно здесь на гитхабе final cd, значит n через fenwick gp, то есть fenwick gp хэштейбл работает 300 миллисекунд, просто дерево fenwick на ordered set работает 800 миллисекунд, ordered set работает 600 миллисекунд, вот в принципе если вас интересует решение, можете ознакомиться, также к нам присоединился сармат, который сдавал эту задачу, пытался, но я не знаю получилось у него или нет, скажи что-нибудь. Я в дискорд сошел, а ну привет, я вообще на самом деле просто допустил дискорд, ведь у меня автоматом он зашел. Понял, ну ты опустил дискорд на самые интересные задачки, ну ладно, ты сдал ее или нет? У меня сейчас TL12, пон, короче тайм-лимит 12, окей, ты корневую пишешь. Знаешь, я там поиграл с размером блока, и я ушел от того, что вот там типа корень пополам, точнее, типа корень пополам, я поставил 4096, и у меня там ну TL12 я словил, а до этого было TL7. понятно. Ну вот, знай то, что есть более простые решения, то есть если на соревновании будешь, то используй ордер и сет. Я не просто на комфорт мог здесь что-то заходить. поэтому проблема. Вау. Ну ладно, все задачи, которые у меня решены, мы разобрали, из E, F и CD мы разобрали. Давай, что там D, Алексей? Ну D, нет, я не решил, она сложная, она сложная, ее мало команд решили, но задача сама понятная. Сама задача понятная, но как решать непонятно. мы до нее не доползли, то есть ты видел, на чем мы остановились на этих. Она как бы, она знаешь, на что похожа? Она похожа, ну не знаю, почему-то я считаю, что она похожа на, почитайте количество правильных скобочных последовательностей, где есть два вида скобок, но надо чуть-чуть, чуть-чуть какие-то варианты считаются дважды. Ну, короче, сложная задача, ее, по-моему, мало кто сдал, по-моему, вообще никто не сдал. Ну, тогда и смысла разбирать нет. Ну, Минимум призерский на первое, второе, третье место и компот мы разобрали. Вот, на этом, наверное, можно заканчивать. Есть что кому-нибудь дополнить, что им сказать? так, ну, видимо, никто больше ничего не хочет дополнять, тогда я выкладываю эту запись и все.